Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, лейка установлена, она работает и привлекает средства на вашу благородную деятельность. Если деятельность ваша неблагородная, бросайте ее, ибо знайте, что за все это Господь приведет вас на суд. Это я сейчас ко всяческим мошенникам обращаюсь. К сожалению, и они могут установить лейку. Все-таки это инструмент и польза определяется тем, в чьих он руках. Лирическое отступление закончено. Теперь для особо ответственных и продвинутых расскажу, как подключить клейки Google Analytics. К сожалению, мало кто пользуется этим инструментом. Максимум смотрят трафик на сайт. А вообще-то Google Analytics дает возможность отслеживать конверсии и вообще выводит работу на новый уровень. Но доступен он чаще всего исключительно профессионалам. Еще недавно в версии 3.7 подключить Google Analytics было не так-то просто, и я думал посвятить этому как минимум один урок. Но разработчики просто-таки в подарок, мне уж не знаю на какой праздник, выкатили версию 3.8, в которой аналитика подключается буквально в один клик. Ну ладно, в три. Итак, если вам понадобилось связать лейку с аналитикой, значит аналитика у вас уже подключена. Если нет, у меня есть скринкаст о том, как установить аналитику через Google Tag Manager. Ссылка в описании. Для того, чтобы связать аналитику с лейкой, вам нужно зайти в раздел «Администратор» и здесь, в представлениях, включить отслеживание электронной торговли. Не буду рассказывать все подробности про работу с аналитикой в контексте лейки, это еще как минимум два урока. Расскажу просто, как подключить. И теперь вам нужно скопировать код отслеживания, он находится здесь, в отслеживании, код отслеживания, а вот он. Все. Теперь идем в настройки лейки, для разработчиков, сервисы веб-аналитиков, нужно включить прямую интеграцию электронной торговли и можно еще поставить вот эти две галочки. В таком случае будет также отображаться информация о просмотре страницы компании без каких-либо действий и те пожертвования, которые перешли в статус оплаченных. По умолчанию отслеживаются все попытки пожертвований, в том числе и неудачные. Все. Вам осталось добавить сюда код отслеживания и сохранить изменения. Теперь при совершении транзакций в Google Аналитике в разделе «Поведение» — «События» будет отображаться информация о совершенных транзакциях. Но еще раз, работа с аналитикой по опыту присутствует в деятельности десяти процентов некоммерческих организаций. И хотя профессионалы вам скажут, что это обязательно и без этого нельзя, если вы не используете аналитику для отслеживания событий — не отчаивайтесь. К сожалению, ей не просто нужно пользоваться, а еще и уметь ей пользоваться. Только тогда аналитика приносит ощутимую пользу. Так, еще нужно сказать два слова у настройки крон-джоп на сервере. Я говорил, что при достижении заявленной суммы Leica автоматически рассылает письма с благодарностью и с тем, что сумму собрали. Но если письма будут рассылаться все разом, а доноров много, то это может положить сайт. Поэтому разработчики сделали эту функцию полуавтоматической с тем, чтобы ее можно было легко донастроить на стороне хостера. К сожалению, у всех хостинг-провайдеров это делается по-разному. Покажу на примере своего с тем, чтобы вы со своими уже разбирались сами. Кстати, настройка крон-джоп также нужна при подключении рекуррентных платежей в Яндекс.Кассе. Это особенность именно этой системы. Настраивается она так же, как и при рассылке писем, поэтому не буду показывать отдельно. Ссылку на инструкцию оставлю в описании. Вернемся к рассылке. Вам нужно зайти в свой личный кабинет на сайте своего хостинг-провайдера. Если говорить про моего, то тут нужно зайти в планировщик заданий и выбрать в качестве задания запрос по протоколу HTTPS. Если у вас сайт на HTTP, значит соответственно нужно выбрать HTTP. Но вообще это безобразие и нужно сначала настроить для сайта HTTPS, а потом уже выбрать здесь HTTPS. Например, можно использовать Cloudflare. У меня есть скринка, ссылка в описании. Это бесплатно. Так, и теперь нам нужно найти саму команду, а найти ее можно в справке по лейке. Ссылку также оставлю в описании. Вообще справка там очень подробная. Вот нужная команда. Вставляем ее сюда. И теперь осталось заменить адрес URL на наш. Все. Теперь осталось выставить в какие часы отправлять письма. Разработчики рекомендуют делать это ночью. Каждый день, каждый месяц. Понятно, что это будет не каждый день, а только при достижении заявленной суммы. Просто мы не знаем, в какой день она будет достигнута. И, например, в первую минуту четвертого часа. То есть в 4 часа утра. Разработчики рекомендуют рассылать письма именно ночью. Где-то с трех до пяти. Ну и все. Добавить задание. Задание добавлено. Все. Теперь мы рассмотрели уже точно все вопросы, связанные с настройкой лейки. И переходим наконец к последнему. Самому сложному при отдаленном рассмотрении. И я надеюсь, самому редкому вопросу. А именно, как установить лейку на сайт, работающий на Тильде, Викс и других подобных платформах. Вот такой сайт сделал я по-быстрому на Тильде. Даже не сделал, а так. Он, собственно, нужен исключительно для того, чтобы показать алгоритм работы. У вас, конечно, если есть сайт, он выглядит по-другому. Очень красиво. Но я еще раз хочу предостеречь вас о создании сайтов на Тильде и иже с ним. Не буду рассматривать все вопросы, но по меньшей мере это дорого. И в следующем видео вы узнаете, что это вас сильно ограничивает. Когда вы не можете залезть в код при необходимости, вы не можете решать специфические задачи. И установки лейки относятся именно к таким специфическим задачам.